Увеличить свои вложения в 7 раз всего за одну неделю? Это реально! С помощью новой услуги сайта спортивных прогнозов goldprognos.ru Большая семерка! Переходите на сайт, смотрите описание в соответствующем разделе и выигрывайте вместе с нами! Пиротехники на матче, который освоили российские болельщицы некоторыми назад. Ну а вот в составе Барселла нет Лево Месси, но собственно говоря и трудно было рассчитывать, что он появится, поэтому мы на этом сразу не акцентировали серьезное внимание. Месси есть Лево направо, 12-й Марселло, 4-й Серхио Рамос, 2-й Рафаэль Варан, 23-й Данило. В своем фланге будет активно помогать нейтрализовывать Криштиану Роналду и активного Марселло, который постоянно подключается. Но сейчас надо держать оборону, Неймар в предыдущих двух матчах обязательно Барселона забивала быстрый гол, и именно вот в эти лет... Ей может действовать, чем Серхи Роберто. Альба отлично передачу получил, здорово разыграли мяч Каталонцы! И это Неймар с линии Туарес. Вот сейчас мы видим это все, да. Да, аккуратно сбрасывает, но не под одно касание, да, не под удар в первое касание Неймару, ему пришлось мяч подрабатывать, ну и запустил Неймар этот удар выше перекладин. Но мне кажется, что все-таки значительных проблем этот пас Неймару не составил. Я думаю, что вряд ли бы он в любом случае стал быть первым касанием. У него было пространство, он мог у вас воспользоваться. Бензима! Бензима! Могли сейчас хозяева воспользоваться ошибкой Жерарда Пекен, но... ...которые... ...за... Сейчас, подожди, давай вот эту атаку посмотрим, и я продолжу эту мысль. 1-0! 1-0! Забивает Луис Цуарес! Есть быстрый гол! В этом матче! Урубается, и это Сержи Роберто. Посмотри, как здорово он сместился, никакого офсайда. Раздергали вот эту линию в центре обороны футболисты Барселоны. Уже позади мяча оказался Серкио Рамос. Ну и исполнение Луиса Цуареса, конечно, выше всяких похвал. Фантастический удар внешней стороны стопы в дальний угол. Не позволил Кейлору Наусу сблизиться с собой и перекрыть таким образом большую часть ворот. 28 метров по диагонали до ворот. Вот такой вот удар в дальний угол. Опасный. Значит, это было бы ошибкой. Здесь еще была надежда, что кто-то из партнеров может мяч просто за счетом 2-1. На это вот передача Ракитича. И пролетает Мудрич мимо мяча и Сержи Роберто с 11-метровой отметки. Пусть ему и мешали, пусть это был искачущий мяч, но можно было, конечно, эту ситуацию сделать голевой. Но он не нападающий все-таки. Очень здорово произошло в случае с первым голом, когда он был в подыгрыше в качестве завершителя. Он забил полузащитник. Ну, кстати, вот мы видим, что выходит матье. Да, за замену. Привести гол себе Бускец, а это удар. Вот это уже. За пределы поля. Еще раз смотрим. Очень рискованно играет Браво. За спины Бускец выбегает. Кросс. Потеря мяча. И хороший удар с левой ноги. Хаммеса. Иньеста. И забегает, забегает за спину на Имару. Жорди Альба прострел. И длинная нога ворана прервана. Еще раз мы смотрим повтор удара по воротам Клаудио Браво. Мы уж не знали, чему так расстраивался. Харес. Иньеста. Здесь ловко ушел. Вот единоборство с кроссом. Иньеста. Проходит передача на Неймара. И 2-0. Первый мяч. Перед ним разбегаются два форварда. Но он идет на сближение. И только когда он стянул на себя. Вытянул на себя троих защитников. Только тогда он отдает освободившемуся именно из-за этого стягивания Неймару. Не, ну пас и Ньеста это уже трейдмарк. Это не обсуждается. Действительно в дальний угол бил Неймар. Задел мяч Кейлор Навес. Но где-то там под мышкой он у него прошмыгнул. В ворота. Овсайда действительно не было на одной линии Неймару. Неймар один рвет по флангу. Суаресного Неймара. Овсайда нет. 3-0. Нет. Нет. Они вдвоем, вдвоем обыграли сейчас всю оборону. Никого не. А Реала Мадри. Месси уходит с довольным видом в раздевалку. Смотри. Раз. Чик. 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 И Масси готовим. Если бы не Марселло, все можно было бы сворачивать эту лавочку. Но. Я вот сказал, что Марсел был лучший у Реала. Пусть будет так. Как знать. Но. Все возможно. Это испанский футбол. И это классика. И в нападении справа с Роберто. Неймар расширалась, где хотят. А вот это был Марселло. И это самый голевой момент Реала в этом. Это слово подхода. По другому сценарию и с другой энергетикой. Красиво здесь сначала ушел вот Дани Альнеса, а затем вот Пике. Левый защитник Реала Марселло. Удар с левой ноги. Ну, у меня чем блин. Ну, все ткутся внешне. Бэйл. Бэйл смещается в середину. Дальше. Играет на партнер. Это Хаммес. Хаммес мощный причин Роналду. По-моему, так ни одного удара пока. Важно заметить, что за эти три минуты Реал пробил поворотом больше, чем за весь первый тайм. Да, хорош. Хороший выстрел. Матьёс скорее только мешается. Удар и Кейлор Навас. Кейлор, конечно, просто знал прекрасно, что будет происходить. Так вот, была очень смешная история в одном из матчей важных в первом круге. Чуть раньше, когда Барса играла против Атлетико. И тогда накануне в семье Лео Месси было прибавление. И он не тренировался командой целых дел. Не все болельщики Мадридского Реала с тобой бы здесь согласились и тебя поддержали. Иньеста. Красиво. Иньеста. Божественно. Сказочно. Блин. Но опять... Ночь у нас никто не стыкст. Трусконародная песня. Да. Все имитирует. И везде игроки Барселуда просто быстрее. Даже два подката от Сергио Рамоса и Марсела не спасают Реал от неприятностей. И удар мощнейший. В верхний угол. И вот он. Вот он, Василий. Первый гол полузащитника. В середину поля еще раз смотрим гол, который забил Месси и реакцию болельщиков, которые смотрят это в Майами. Действительно, событие, которое вызывает сумасшедший интерес по всему миру. И в частности, эти трансляции в Шанхае, в Майами, они организованы в Дубае. Он сказал, что ключевой игрок нынешнего Реала, это не Криштиан Ронога, а именно Томик Рофф. Выпрашивает. А так ли это? На самом деле, да. Это так. Но это называется рука в естественном положении. Хотя, кто-то бы и поставил опасно. Мяч прыгает. Месси. Месси на Суареса. Ах, какая передача. Неймар пяткой. Месси. И попадает Варан. Кросс не встречает передачи. Ну, вот здесь просто обработал мяч в сторону Варана. Мне очень здорово. Лу Суарес, хотя я не знаю, как применить Лу Суарес. Говорит, что не очень здорово мяч. Ну, принимает этот удар на себя. Стенка. Я не думаю, что это была дистанция для того, чтобы забивать. Бейл. Бейл. Ух, какой пас. На Роно. Ну, и что. Отличная передача, конечно. Изумительная передача от Гаррета Бейл. Только так мог этот пас пройти. Ну, в принципе, все правильно делал Криштиану. Действительно, Браво, что называется, постарался занять как можно больше места. Собой. Да, увеличил вплоть. Хозяева это Гаррета Бейл. Длинный пас на Криштиану. Но здесь было положение вне игры. Да, было положение вне игры. И все равно даже здесь. Реал не может распечатать ворота Барселоны. Ну, спорный момент, надо сказать. Спорный, но вот если по ближней ноге смотреть, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. А Роналду все-таки в офсайд залез. Здорово, офсайды нет. Выход 1 на 1 отдаст, отдаст, отдаст. Ну, вот еще. Нет, не отдал. 4-0. Луинс! Матчеры поют такими, как и они есть. Только тогда они познаватели. Ну, вот, пожалуйста, здесь положения вне игры нет. Разобрался Лайнсман. Точнее, ассистент главного арбитра. Знаешь, мне только жалко только об одном, что... В принципе, будь я сегодня защитником Реала, я бы сыграл вряд ли хуже. Зато посмотрел на футбол с очень хорошей позиции. Могли бы взять меня на одну игру, раз они так собирались играть. Я думаю, что знаменитое московское толстячество тебя бы здесь полностью поддержал. Суарес хороший, пистолером. Пожалуйста. Двами они возглавляют. Ой, это будет. Еще одна желтая там. Прекрасно, красный. Хамство и не надо. Так себя вести, надо уметь проигрывать. По 12 мячей теперь у Суароса и Неймара. Ой, как неправ. Он же так же может оказаться на месте бразильца. Ну, это жестоко, да. Это действительно прямой удар, это агрессия, у мяча рядом уже не было. Поэтому судья абсолютно прав. И вот она, яростная реакция от Луиса Эндрихи. Спасибо. Этоaru. Продолжение следует...